Харикатха и Его Божественной Милости, Шилы Бхакти Ракшак Шидар Деогасвай Махараджа, 12 ноября 1981 года, Новадвиб Дхам Читани Сарасвад Матх. Шил Шидар Махарадж, с незапамятных времен, живо барахтается в волнах океана материального мира, и теперь она обретает безопасное положение. Могу ли я толкнуть эту Живу обратно в бушующий океан? После такого долгого времени, проведенного в этом мире, Жива пытается спастись, встать на путь домой, обратно к Богу. Она уже возвращается домой, обретает безопасное положение. И что, я теперь должен толкнуть ее обратно в этот океан, чтобы она барахталась там, мучилась, умирала? Я не могу быть настолько жестоким, я не могу этого делать. Они, как мои дети, они словно мои сыновья. Их, конечно, могут попытаться силой увезти отсюда. Но сам я не способен просить кого-либо уйти из матка, чтобы они снова занялись служением майя, иллюзией, чтобы они снова страдали. С такой искренней убежденностью он, Шила Бхактистантос Расвати Тхакур, хотел проповедовать. Таково движение Гуру Магараджи. Обратно домой, обратно к Богу. В действительности, мы все дети той земли. Каким-то образом, по своей неудаче, мы пришли сюда. Сложные идеи, что здесь мы найдем счастье, будем процветать. Но мы вынуждены были столкнуться здесь с другими обстоятельствами, противоположными, которых мы совсем не ожидали. И мы обрели здесь страдания. Джанаммри Тюджарав Ядви, Дубхадошану Даршанам. В Бхагавадгите Господь говорит, «Там, где рождение, там смерть, там старость и там болезнь. В таком месте не может быть истинного счастья. Никогда не может быть истинного счастья. Только тонкий интеллект, интеллект в сатве, высокого уровня интеллект, может понять это, различить это и понять, где нужно жить. Выбрать такое место, где можно жить. На самом деле мы должны обрести проживание в таком месте, где эти четыре вида страданий отсутствуют. Абрама Буванау Лука, Пунара Вартиноурджуна. Выберите такое место для проживания. Где построить свой дом, свою обитель? Абрама Буванау Лука, Карманам Баринам Итат. Здесь любое действие вызывает какую-либо реакцию. И вплоть до Брахмы здесь все погружены в печаль. Вплоть до Брахмы, который является Творцом этого материального мира. И, несомненно, он также относится к относительности этого материального мира. Он тоже вынужден скорбеть, печалиться. Что говорить о нас? мы должны обрести такое видение. Научиться глубоко видеть такие вещи. И научиться искренне любить свою душу, свое я. Обрести такую искреннюю любовь. Утхарет, Атманатманам, Атманам, Ава Садает. Постарайся освободиться от этих неблагоприятных обстоятельств. Если ты не способен сделать это, ты сам себе враг. А если ты успешно можешь выбраться из этих неблагоприятных обстоятельств, тогда ты друг сам себе. Иначе мы просто враги сами себе. И то, что мы делаем здесь, это против нашего истинного интереса. Под влиянием иллюзорной энергии. Деятельность под влиянием иллюзорной энергии. Поэтому здесь нечем гордиться. Мы можем чем угодно гордиться здесь, но все это ложное. Невежество должно быть вырвано с корнем. И нам следует познать, нам следует понять, как мы можем помочь сами себе. Что есть истинная помощь? Истинная помощь живи, душе. Родители, внешне может показаться, что родители любят своего ребенка. Но что это за любовь? Какая у них любовь? Это любовь невежество. Чаще всего они не знают, как любить самих себя, свое я, как они могут любить своего ребенка по-настоящему. Удхарейда атманатванам, атманам, а васадайят. Не опускайтесь вниз. Не деградируйте в своей атме. Атмаевах вы можете быть другом самому себе или врагом самому себе. В этом ваша свобода. Такова природа вашей незначительной свободной воли. Таково ваше положение. Ачиньте введа введа. И этот принцип непостижимого единства и отличия может помочь тебе войти в мир абсолютного. Бандуратмат атманастасья енатма и ватмана аджида. Тот, кто способен управлять своим умом, своими импульсами умственными, кто может направлять себя правильным образом, тот является другом самому себе. Но кто позволяет своему уму блуждать где угодно, делать что угодно, он сам себе враг. Енатмаево атманаджида. Это все зависит от вас, от вас самих. Вам предоставлен свободный выбор. свободный выбор. выбор. Вы можете возвыситься или деградировать. Выбор за вами. Вы можете выбор за вами. Ятгатвана нивартанты таттхама парамаммама те, кто поклоняются полубогам, обретают возможности присущие этому полубогу. Они становятся паршадом, паршадами этого полубога и близкими спутниками. но это антаваттубхалам те, шам. Это временное. Это не постоянное. И такое наслаждение считается ограниченным. Также ограниченным. И Кришна говорит, но те, кто хотят прийти ко мне, они поклоняются мне и приходят в мое обитие. Таттхама парамаммама антаваттубхалам те, шам. Татбхавати алпамедхасам. Ятгатвана нивартанты таттхама парамаммама. Любое продвижение ко мне, если человек действительно совершает такое продвижение, говорит Кришна, тогда ему не нужно бояться каких-либо строгих законов. Не нужно бояться неудачи отступления. Негаби краму наше стив пратья ваё навитяты. В нашем путешествии к Нирбуне к трансцендентному стопроцентной истинной концепции. В этом путешествии нет никаких неудач, никаких потерь. И даже если человек на какое-то время оставляет этот путь, все, чего он достиг, остается с ним. Негаби краму нашести. И когда он снова начнет с того места, он ничего не потеряет, все останется с ним. Протива его навитяты. И никакие внешние обстоятельства не могут спрепятствовать этому продвижению. Когда человек хочет прийти к Кришне, это духовное продвижение происходит таким образом, что он обретает связь с глубочайшей сферой бытия. И сама природа того мира такова, что никакие более грубые уровни с более ограниченным могуществом не могут помешать связи с тем миром, если есть хотя бы какая-то настоящая связь. Они просто не осмелятся прийти в столкновение с той абсолютной полной волей. Они не имеют полномочий вмешиваться. Кришна говорит, моя обитель такова, волны этой обители обладают такой природой. Агайдукия пратихата это беспричинно. Это продвижение беспричинное и никто не может воспрепятствовать им. А пратихата совершенно ничто, никакие силы не могут противостоять этому, выступить против этого. Когда человек начинает свое путешествие ко мне, говорит Кришна, никто не осмелится воспрепятствовать ему. Моя власть над всем обладает таким качеством. Это был Мадхавендра Пури, скорее всего это Мадхавендра Пури. Он сказал Камадинам Котина Котидга Палита Дурни Дэшас. Я пришел к Камадинам Котина Котидга Палита Дурни Дэшас. О, Господь, о, Владыка династии Яду Кришна, я пришел сейчас к твоим стопам, чтобы объяснить тебе свое положение. Пожалуйста, выслушай меня. В каком я положении? Камадинам Котина Котидга Палита Дурни Дэшас. До сих пор, уже так долго, я так усиленно старался, вовсю старался удовлетворить этих шестерых внутренних моих врагов. Кама Крот Голов Гамо Хамада Мацарья. И эти враги вымогали из меня так жестоко и так грубо. Невероятно много служения себе. Но в качестве платы от них я не получил ничего, абсолютно ничего. Даже крупицу умиротворения я не получил. Они ничего не заплатили мне за то, что я сделал для них, за то служение. С незапамятных времен я оказывал служение этим моим врагам. Но до сих пор я не могу увидеть ни одного признака удовлетворения на их лицах. Они остались такими же неприступными и жесткими, как и были раньше. политадурни и все, что они мне приказывали, я вынужден был тот же же исполнять это. Посреди ночи мой так называемый господин мог сказать мне, теперь ты должен отправиться туда и украсть что-то. Или они могли мне сказать посреди ночи, теперь ты должен взять бомбу, пойти к своему врагу, он твой враг, должен взорвать его дом. Они вызывали во мне гнев кротху и посреди ночи побуждали убивать кого-то. И я повиновался им, что я только не сделал для того, чтобы исполнять приказы этих моих врагов, которые живут во мне внутри меня. Но теперь я испытываю отвращение о Господь мой. Теперь я чувствую отвращение я так служил им, но я никак не мог удовлетворить их на трапа но пашанти. И также в самом себе я не вижу никакого стыда за то, что я сделал. Но пашанти не могу остановиться. Они не дают мне покоя, но пашанти. Но так или иначе, я не знаю, как это случилось, как это произошло, что сейчас я пришел к тебе. Я пришел к тебе. Сейчас каким-то образом мне удалось избежать их бдительного присмотра и прибежать к тебе, о, мой Господь. Я обратился к тебе. Я обратился к тебе. Ты мое истинное прибежище. Ты тот, кто может спасти меня от этих врагов. Изнутри я получил такое направление. Пожалуйста, дай мне какое-либо занятие, дай мне какое-нибудь служение. Если ты займешь меня в служении, то все они, эти враги, все они исчезнут, убегут в страхе. Только когда они услышат о том, что ты дал мне прибежище и дал какое-то служение, тогда, несмотря на то, что может значиться про меня в их записях, они улетят в страхе, покинут меня. И вот если мы можем обрести какую-либо связь с тем миром, с той сферой, ниргунобуми, тогда все другие второстепенные влияния исчезнут из нашей жизни. Нехабикрама наше стип противо-йона ведет и мы будем спасены от великой опасности. Пожалуйста, Господь, даруй мне какое-либо прибежище там, в твоей обители. Вот такой совет, такое наставление дает нашу Гуру Матхавендра Пури. Так или иначе, но убегай от них, от этих врагов, когда они хоть немного забывают о тебе, отвлекаются. В этот самый момент стремительно беги, чтобы принять прибежище у Господа. Преданные мы чувствуем, что так или иначе, находясь у ваших лотосных сток, мы получили возможность убежать от них. я думал, что каждый из нас является GBC какой-либо зоны, но вы являетесь GBC зоны Вайкунтхи. Это ваше высокое видение. Что я могу на это сказать? Мы все хотим быть в вашей зоне. Нет-нет, я сам пытаюсь быть в такой зоне, где я могу пребывать в пыли стоп моего Божественного Учителя. Я стремлюсь к тому, чтобы моя зона была в пыли стоп моего Божественного Учителя. Махапрабу говорит, Кришна, Айнандатану Джакинкарам, Айнандатану Джакинкарам, Джакинкарам, Айнандатану Джакинкарам, Айнандатану О, Сын Нанды, Пожалуйста, Прошу тебя, считай меня одной из пылинок на твоих стопах, на твоих святых стопах. Айнандатану Джакинкарам, ты милостиво примешь меня одной из пылинок, которые касаются твоих стоп. Я обрету успокоение. Вот такое заключение, такой вывод, что любая связь с тем миром ниргуны может принести нам полное успокоение. что это за успокоение. Илвамангл Тагур говорит, мукти сфаям муклитанджали сэватэсман. мукти сфаям муклитанджали сэватэсман. Если мы можем обрести истинное вакте хотя бы каплю истинной преданности твоим стопам, если нам настолько повезет, что мы сможем обрести хотя бы какую-то связь с дивья кишора мурти с пленительным образом юного Кришны, с твоим пленительным образом тогда мукти сфаям муклитанджали сэватэсман тогда освобождение свобода от влияния врагов наших врагов. Это освобождение оно придет к нам как служанка чтобы служить нам муклитанджали сложив руки это мукти будет стоять в ожидании послужить нам она как бы будет попрошать нас что я могу сделать для тебя как я могу помочь тебе как я могу доставить тебе наслаждение мукти придет к нам и дхарма артха кама все эти трое тоже будут ждать снаружи готовые сделать все что угодно для вас они всегда будут ожидать звонка колокольчика когда они смогут войти и послужить нам мукти своем муклитанджали сэватэсман ничто и никто не осмелится проявить агрессию по отношению к нам то место до обитель настолько безопасно настолько безопасно настолько возвышенно благородно и свободно от самых разных всякого рода беспокойств очарование та обитель та сфера та зона твоя зона твоя обитель настолько очаровательно что многие даже не осмеливаются подойти туда потому что они понимают что точно же будут очарованы они точно же будут обращены если подойдут поэтому они очень-очень осторожно держатся вдали очень осторожно держатся вдали от всего этого сурья бхас таны бхас и абхас кришна сурья сам майя гайя андакар джага кришна таганай майя радхикар аналоги description what is кришну what is майя the sun and darkness таково описание этого небольшая аналогия что есть кришна и что есть майя солнце и солнечный свет и тьма кришна кришна сурья сама майя гайан дхакар там где солнце там нет тьмы есть есть солнце и м есть и э 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 Особенность этого заключается в том, что там, где есть солнечный свет, солнце, там нет тьмы, но это еще не все, этого еще недостаточно. Майю можно распознать только там, где свет, солнце, солнце слабый, только там мы можем распознать тьму. Когда вокруг непроглядная тьма, человек не может распознать, что такое тьма, он не может понять, что тьма, что свет. Но когда был свет и он постепенно исчезает, тогда мы можем увидеть, что наступает тьма, мы можем понять, что такое тьма. Для того, чтобы понять одно, необходима помощь другого. тьма сама по себе не может проявлять себя независимо. Мы можем познать ее только в зависимости от солнца, от существования солнца, преданный бхактиракшак, страж уврат, страж уврат. Пропустите нас через эти врата. Бхактиракшак говорит в одной песне про типо-джанары аситы надибу, ракхибо горе ропары. В этой песне он сравнивает себя с собакой, которая сторожит вход, и если туда попытается войти кто-либо враждебный, лицемерный, то он не позволит ему войти, он воспрепятствует ему. Это настолько святая обитель, что туда можно зайти только с таким отношением, с таким отношением, как в святой обители. Это не место для лицемеров. Шелши Дармарадж говорит о ком-то, его титул Парамахамса. Есть четыре вида саньясы. Кутичака, Бхагудака, Хамса, Парамахамса. Четыре стадии саньясы. Разделение различных видов. Первая стадия Кутичака – это когда саньяси жаждет объединенной жизни. где-нибудь в хижине в Бхаджан-Кутире, вдали от других. Он хочет совершать свой объединенный Бхаджан, где-нибудь в Бхаджан-Кутире. Кутичака. Затем Бхагудака. Саньяси на этом уровне чувствует вдохновение нести миссию послания о Боге во множество других мест. Удака означает «вода». Бхагудака означает тот, кто приносит воду во многие другие места. То есть это означает проповедник. Бхагудака. Бхагудака означает «многие», и «удака» означает «вода». Он несет воду во многие земли. Это означает, что он странствует повсюду с желанием проповедовать. То, что он уже осознал, он желает дать это другим. Бхагудака. Затем третья стадия саньяс и хамса. Это означает, что точно так же, как лебедь, хамса может извлекать молоко из воды. Также и саньяси на этом уровне может извлекать суть из всего, оставлять все нежелательное. В любой сложной ситуации он может разглядеть саму суть, разрешить ее. Это хамса. А парамахамса, саньяси на этом уровне, он необычайно опытен в духовном. Он никогда ни на секунду не отклоняется от мира высшей реальности, не привлекается этим миром нереальности. На сто процентов он утвержден в том бытии. Он во всем видит Господа. Обрыв записи. Силшидар Маарадж рассказывает о каком-то вайшнаве. Он носил белую одежду, но он занимал положение выше, чем многие саньяси. Он был выше многих саньяси. Мы слышали это непосредственно от нашего гуру Махараджа. И также своими глазами мы видели, как он живет, как он совершает бхаджин практическим образом в своей жизни. Тот, кто обретает бхакти, он чувствует себя еще более нищим, ничего не имеющим. Не так ли? Кто может молить о бхакти, тот и получил ее. И чем больше вы получаете, тем больше вы хотите. Такова природа бхакти. Поэтому вайшнав говорит, у меня нет бхакти. Сам Махаправу, ему принадлежит такое утверждение, такие слова. Я отъявленный лицемер. Махаправу ругает самого себя, имея в виду нас, наше положение. Чистота, стандарт духовной чистоты не имеет пределов. Не имеет конца, завершающей точки. Но здесь, в этом мире, чистота имеет пределы. Поэтому здесь подобная идея невозможна. Махаправу говорит, во мне нет даже и капли преданности к рандаме. Его спрашивают, а почему же тогда ты плачешь? Ты так плачешь? Ты так плачешь? Рыдаешь? Так громко? Рыдаешь? Ты проявляешь столько признаков разлуки. И Махаправу отвечает. И Махаправа отвечает, только для того, чтобы обрести имя и славу от людей. Имя и славу. Братишку. Только посмотрите все, как я удачлив. Я обрел Кришна прему. Так что я плачу лишь для того, чтобы заработать популярность. Это моя истинная цель, потаенное желание. «Почему же ты так говоришь?» И он отвечает, «Вамшивиласи анан локанамвина вибхарми яд пранапатан гакан ядха». Вот явное доказательство. Ведь я все еще поддерживаю жизнь в своем теле. Я ношусь повсюду с этим мертвым мешком своего тела из плоти, крови и тому подобного. Я все еще способен продолжать жить, не имея связи с Кришной. Я способен терпеть эту жизнь без Него, в разлуке с Ним. И это уже достаточно веское доказательство. Он, Кришна, настолько прекрасен, настолько красив, что, зная это, человек ни за что не смог бы продолжать жить, не имея хоть какой-либо связи с Ним. Он просто умер бы, если человек испытал это хоть немного, если он получил вкус этого очарования. Он не сможет продолжать жить без дальнейшей связи с Господом. Настолько глубоко это привлечение, настолько глубоко это очарование, настолько глубока эта красота, что однажды, придя в соприкосновение с этим, человек не сможет больше продолжать жить, если у него не будет снова этих глубоких ощущений в сердце. Невозможно жить, имея такую разлуку. А я, говорит Мухаправу, могу спокойно жить. Поэтому у меня нет истинной привязанности и любви к Нему. Ведь иначе я не мог бы вынести этого. Ведь Он настолько красив, настолько прекрасен, что разлука с Ним просто невозможна. И поскольку я продолжаю жить в разлуке с Ним, это прямое, явное доказательство того, что у меня нет настоящей любви к Господу, такой любви, которая должна быть к Нему. Поэтому в сравнении с интенсивностью Его красоты терпеть разлуку с Ним просто невозможно. И поскольку я терплю это, поскольку я живу, это прямое доказательство того, что у меня нет истинной любви к Нему. Вот как говорит Мухаправу. Если мы можем обрести связь с таким пониманием, хоть как-то обрести связь с этим, то это возвысит нас духовно. Обязательно возвысит. Какой бы малой ни была эта связь. Если мы от этих мыслей проникаемся чувством, если мы принимаем эти принципы, пусть даже издалека, пусть даже немного, это не может не помочь нам подняться в голову. Это и ничто другое является нашим богатством. Это наше богатство. Сокровище всех сокровищ. И ничто иное. И если нам в жизни не повезет, то в будущем мы больше не сможем никак ценить и понимать такой идеал, если нам не повезет. Поэтому мы молимся о том, чтобы сохранить в себе это чувство, это понимание, какую бы отдаленную связь со столь высоким идеалом мы не получили. Гаурхари Бог. Гаурхари Бог. Как тебе быкти? Как тебе бакти? Бакти не быкти? Бакти не бахты. Бакти не бахты. Я не даю. Ясно. Великая поэма Одним поэтом, которого звали Шишупалбот В этой поэме есть одна шлока Общение с садху Общение с садху Обещает нам Приобретение Благо В трех периодах времени В прошлом, настоящем и будущем Общение с садху Дает нам благо В трех периодах времени Когда мы общаемся с садху Мы обретаем что-то уже в настоящем Прямо сейчас Благодаря его влиянию И также он Объясняет нам, что В прошлом у нас была сукрити Хорошая сукрити Поэтому мы пришли к такому общению сейчас Поэтому для нас такое общение Стало возможным Он говорит о моей прошлой жизни Он указывает на мою Благую удачу В прошлом В результате которой Я пришел сейчас к такому общению И также он вдохновляет в нас Надежду на будущее И та харикатка, которую мы слышим сейчас От него Обязательно должна Принести хорошие плоды Хорошие результаты в будущем Также Поэтому такое общение Указывает на нашу удачу В трех периодах времени В прошлом, настоящем и будущем Вы приехали из таких далеких краев И посвящаетесь здесь Своё время слушанию этих бесед Этих возвышенных бесед о Божественном Мы все очень благодарны вам за это В таком преклонном возрасте Я уже не могу никуда ездить Это практически невозможно Но в то же время Я должен быть как-то использован Моим Гуру Махараджам И вот так я могу говорить Здесь о Махапрабу А вы, мои друзья Приходите ко мне И извлекаете из меня то, что Хранится в моём сердце То, что я смог заложить в своё сердце Переняв это когда-то От моего Гуру Махараджи Ту духовную культуру, которую он дал И это сама жизнь Почему? Санкиртан является Высшей садханой Санкиртан является высшей садханой И фрота, и дата И слушающий, и рассказывающий Обе стороны получают благо В читании Бхагавати Приндавандаст Хакур говорит Один человек кормит самого себя Другой человек Не только самого себя кормит Но и сотни людей вокруг кормят Кто из них лучше? Первый или второй? В Санкиртане, когда совершается Санкиртан Благо получают много людей А когда человек совершает Совершает джапу Повторяется Это именно для самого себя Джапа и другое То он приносит благо Только самому себе Санкиртана означает проповедь Истинное значение Санкиртана Это не только громко петь Под музыку Под инструменты Нет, это означает Проповедовать Более срокий смысл Санкиртана Это проповедь Отдавать всего себя Все свои способности Совершению Киртана Проповеди Киртана Утверждения Киртана Внимание Ум Все это Может быть задействовано В Санкиртане Это не может не быть Задействовано В Киртане Мы не можем Говорить какую-то Несуразицу Когда мы проповедуем Поэтому автоматически Должно присутствовать Сосредоточение Концентрация Когда мы говорим О Кришне В дьяне В медитации В джапе Мы можем Иногда быть рассеянными Но В проповеди Это невозможно Поэтому Для того Кто Совершает Санкиртан Говорит о Кришне Это благо для него И в то же самое время Это благо для Всех вокруг Санкиртан Сататамки Киртаян томам Матчита 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 В своем сердце Преданный Хранит меня Говорит Кришне Матчита Матчита В своем разуме Матчита В своем сердце Чит Чит То есть В своем сознании И в своем сердце Сердце Это Обитель Чувства Обитель эмоций И Кришна Присутствует Там Управляет Этой сферой Он управляет Сердцем Матчита Благота И затем Из сердца Это проявляется Через сознание Через разум Это наполняет Все существо Преданного И проявляется Вовне Бодхайанта Параспарам И также В кругу Близких Преданных Друг другу Что-то дарят Дают И принимают Дары Бодхайанта Параспарам Один Помогает Другу Один Помогает Другому И тот Тоже Помогает Ему Понять Что-то Кадхайанта Шчамам Не тем И также Раздают Это знание Это понимание Небежественным Так сказать В более Низких Кругах Они говорят О нем О Кришне Тушьянтича Романтича И они Получают Удовлетворение Только В этой Деятельности И ни в чем Другом Мамни Тушьянти Всегда Постоянно Постоянно Они Занимают Себя Или беседы О Кришне В своем Кругу В своем Дружеском Кругу Или иногда Они Проповедуют Людям Дают Им Наставления Передают Послания Кришны Кадхайанта Шчамам Тушьянти В этом Их Высшее Удовлетворение Романти В этом Их Высший Восторг Экстаз И Удовлетворение Они Получают Там Они Ощущают Там Когда Они Обретают Связь С этим Уровнем Служения Кришне Романия Рамана Даже Шанкара Упоминает Что это Слово Романти Что это Слово Указывает На Мадхурия Расу На Лилу Бхагавана Душьянти Ча Романти Ча Санкиртан Приводит Нас К высшей Точки Нашего Возможного Достижения Намасан Кирта Намасан Киртана Калу Парама Упая Киртана Дива Кришна Ша Мухтаван Бхарам 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 Каляр Доша Нидей Раджан Негативный Результат Результат Этого Негативная Сторона Это Освобождение А позитивная Сторона Позитивный Результат Парам Бхараджат С помощью Этого Вы можете Уверенно Достичь Высочайшего Положения Внешне Может показаться Что эпоха Кали Кали Калу Очень неблагоприятна Что В эпоху Кали Нет Никакой Удачи Но если Мы Заглянем Глубоко В природу Этой эпохи Кали Мы обнаружим Там Скрытую Беспричинную Милость Кришны В особенности Эта милость Заключается В том Что Он Дал Столь Высокую Возможность Повторять Его Святое Имя Как Метод Садданы Как Метод Осознания Духовного Осознания Итак Сукритиман Тот Кто Обладает Великой Удачей Удачливые Души Стремятся Обрести Рождение В эпоху Кали В Кали Югу Которая Внешне Может показаться Низшей Во всех Отношениях Но Тот Кто Понимает Особую Милость Кришны В Кали Югу Они Стремятся Обрести Рождение Именно В Кали Югу А не В Сати Югу Или Трета Югу Такое Столь Ценное Достижение Возможно Именно В эту Кали Югу Именно В эту Кали Югу Приходит Махаправу И Раздает Всем Свое Святое Имя Свою Любовь Особенно В эту Эпоху Кали Это Особая Кали-юга В эту Кали-югу Радха-Говинда Приходят вместе В образе Мухаправу Радха-Говинда Милитатану Юга-Аватар В эту Кали-югу Нам Предоставляется Крайняя Удача Обрести Наше Высшее Благо Непосредственную Связь С Высшей Формой Существования С Высшей Кали-юга Царь Он может Даровать Все Что Угодна Нам Гораздо Больше Чем Обычный Губернатор Точно Так Ж Это Юга-Аватара Махаправу Это Радха-Говинда Милитатану Это Сами-Радха Говинда В объединенном Их Образе И мы Благодаря Ему Благодаря Махаправу Можем Улучшить Нашу Удачу В необычайной Степени Мы Не можем Переоценить Это И Это Столь Ценное Рождение В Человеческом Теле Представьте Себе Сейчас Мы Говорим Об удаче Этой Эпохи Мы Можем Считать Себя Действительно Удачливыми И Мы Находимся Сейчас В этой Дхаме Апарат Хабанжан Пад Мести Где Прощаются Все Оскорбления Гвардхан Губта Говардан И Махаправу Наш Гурудев Прабхада Сарасвати Стхакур Свами Махарадж Шесть Госвами Все Они Над Нашей Под их чутким взором Они Видят Нас Они Все Видящие Господь Говорит Мадбакта Ятрагаянти Татра Тиштхами Нарада Нарада На самом деле Я Нахожусь Не на Ваикунтхе Не на Ваикунтхе В относительности Бесконечного Качество Бесконечности Не очаровывает Меня Йоги Нам Грида Я Не нахожусь Даже там Где Йоги Пытаются Насколько Могут Обрести Связь С моим Тончайшим Все Пронизывающим Аспектом Антарьями Они Так стараются Так ищут Пытаются Обрести Этот Мой Аспект Антарьями Все Пронизывающие И все Ведущие Но мне Не нравится Находиться Среди них Так же Мадхабхагда Я Таргай Анти В действительности меня привлекает только то собрание, только тот круг, где мои преданные воспевают мое имя и танцуют в Киртане. Вот это место меня действительно привлекает. Я напрямую говорю тебе, ясно говорю тебе, «Мадбактайатргайанти», там, где они собираются вместе и говорят о моем святом имени, там, где они танцуют и поют, это Сан-Киртан, всепривлекающий Сан-Киртан. Сан-Киртан — это то, что дал Махаправу. И прямое последствие Сан-Киртана в том, что джива будет поднята в высшую обитель Враджа Лилы, во Враджа Лилу. Такая джива будет проходить через миры Вайкунтхи и другие обители, не обращая на них внимания. «Нама» — святое имя. Это особый поезд, экспресс. Он направляется во Вриндаун. Он остановится только во Вриндауне. Ни на каких других станциях он не будет останавливаться. Он направляется к земле красоты и очарования. Он достигнет этой высшей обители красоты и очарования. Красота и любовь там управляют всем. Там нет влияния силы, мистических совершенств, ситхи. Когда кто-то пытается удивить всех своей способностью демонстрировать чудеса, как, например, Саибаба и прочие пытаются показывать людям какие-то фокусы и таким образом уводят их от истины, от реальности. Преданность, преданность, преданность. И, с другой стороны, желание выгоды, выгоды, выгоды. Мы живем, если преданы Господу, но погибаем, если ищем личного наслаждения, если эксплуатируем что-либо. Дарука омахивал Кришну. Он намахивал его апохалом, но неожиданно мысль о его собственной удаче пронеслась в его уме. Он подумал, «Мне так повезло, что мне предоставилась возможность непосредственно служить моему Господу, моему Господину». И его унесла эта мысль, эта эмоция. Его рука дрогнула. Он прекратил омахивать Кришну. И тогда он вернулся в чувства. Пришел в чувства. Что это такое? Мои эмоции, мои чувства, эта мысль о моей удаче становится препятствием в моем служении. И после этого он снова возвратился к своему служению. Калькутта – это Калистхан, обитель Кали. Мой праупадос, расвати такура. Хотя он жил в Калькутте, это не означает, что он жил в обители Кали. Нет, он в обитель Кали принес Дхамвани, послание святой Дхамвани. И он очень сильный акцент делал на этом принципе Севан Муххата, дух служения. Один только физический звук, это еще не звук Вайкунтхи, не истинное, святое имя, истинное нама. Чтобы обрести связь с истинной намой, с божественной намой, мы должны обрести дух служения, усилить наш дух служения. Только через служение, только через самопредание мы можем двигаться вверх. Эксплуатация, то есть наслаждение и сухое отречение. Эти два принципа являются нашими врагами. концепция наслаждения. Наслаждение означает эксплуатация, так называемый прогресс и также дух сухого отречения. Сухое отречение это наш величайший враг. Это все вдохновляет в нас такую идею, что мы можем жить независимо, существовать независимо. мы независимо, но мы не можем быть независимыми. Мы по своему положению являемся слугой слуги. И в этом наше счастье. Мы должны оценить, мы должны понять то, что рабство это удача. Рабство там это удача. вот это является краеугольным камнем. Это очень трудно принять. Каким образом рабство может быть приобретением удачи. Но Кришна настолько велик, он настолько велик, настолько возвышен, что рабство ему тоже является чем-то очень возвышенным и благородным. Он столь благой, столь великий. Если у нас нет такого чувства, мы просто не сможем приблизиться к нему, обрести какую-либо связь, близкие отношения с ним. Он пребывает в столь высокой сфере бытия. Его невозможно просто так взять и встретить. Только приняв рабство ему с чувством близости, рабство с чувством близости, мы можем надеяться войти в ту божественную обитель. Это столь высоко для нас, столь высоко. мы должны постараться понять на самом деле, каким образом такое рабство может быть высшим достижением. На основе этого мы постараемся осознать, насколько высокое положение занимает Кришна. высшим и там в том мире все спонтанно, там все проникнуто радостью. Атмосфера там проникнута радостью. Если так или иначе нам посчастливится войти в ту атмосферу, в тот мир, мы не можем не быть счастливыми, мы не можем не обладать там высшим пониманием, высшим чувством, высшей концепцией. это будет очевидно для нас, это будет ясно как день. Таков тот мир. Если там рабство является высочайшим достижением, насколько же высока та обитель, мы должны задуматься над этим. Какая невообразимо возвышенная жизнь, возможно там красота, очарование, любовь. И в то же время это взаимозависимо. Насколько мы предаемся Кришне, точно так же Кришна в ответ отдает себя нам. Мы ограниченные, отдаем всего себя, а безграничное, то есть Господь, если Он отдаст нам лишь малую частицу себя, этого будет более чем достаточно. Мы не сможем в себя этого вместить. поэтому возможность обрести отношения того мира, давать и принимать, возможность оказаться в том мире, насколько это желанно и какая это удача. или здесь, в этом мире Майя, или на Вайпунтхе так же. Но Турия Кришна, высший образ Господа, Кришна не имеет никаких обязанностей. Он всегда свободен, Он всегда наслаждается. И Он не имеет какой-то определенной цели. Он гуляет там, в том мире, согласно своей сладостной воле. Он так свободен. И в нем такой темперамент гуляки, развлекающегося. Свободный темперамент. Сладкая Его воля свободно играет там. И Его воля очень легко может даровать все, что угодно. Сварупа Дамудар и Шри Ва Спандид однажды в день Хиропанчами в Джаганадхапуре имели беседу. Шри Ва Спандид отставил аспект Вайпунтхи, Лакшми Дэви. Он был сторонником Лакшми Дэви. Такая роскошь, такая величественная красота Вайпунтхи. И он сравнивал Вайпунтху с Виндаваном. Он говорил, ну что там во Виндаване? Там какие-то цветы, растения. И иногда можно увидеть хвосты павлинов. Ну и что? Сварупа Дамудар не мог этого выносить. Он не мог этого слышать. Он говорил, Шри Ва, ты разве не помнишь? У тебя есть какая-то связь с Виндаваном, с той Виндаванской атмосферой? Ведь ты же народа во Виндаване. Разве ты не знаешь? Ты появляешься во Виндаване как народа. Разве ты не помнишь это? Там, на Вайпунтхе, кому-то может надоесть это великолепие, пышность. Он может необычайно устать от постоянного пребывания среди такого великолепия Айшвари. Но во Виндаване все наполнено такой простотой, таким смирением. Виндаван — это место для самых возвышенных, осознавших себя душ. и описывается, что все, что необходимо, это все стремительно появляется, как из-под земли и предоставляет свои услуги. Там повсюду колпатару, деревья желаний. Все там исполняет желание. И камадхену божественные коровы тотчас же дают то, что необходимо. Но там все естественным образом чувствуют довольно сильное отвращение к роскоши и великолепию, а также тщеславию, которое присуще этому великолепию. Кришна и Раджата Какхела Сараваттама Наралилу Нарабапу Тахара Свару. Это Апракрита Кевала. Кевала Апракрита. Высший уровень существования Апракрита. Высший уровень бытия. Апракрита. Концепция Апракрита. Концепция Апракрита. Кришны Раджатака Кхелан Сараваттама Наралила Наравапу Тахара Сару. Из всего проявления из всех проявлений абсолютного блага и абсолютной красоты Его игры в этом человеческом образе являются самыми высшими и самыми прекрасными. Наравапу Тахара Сару. И это Его Лива включает в себя все. Ее вместимость не имеет пределов. Его Лива всеобъемлющая. Даже то, что в этом мире считается грехом и достойно порицания, это тоже входит в ту сферу Его высших игр. Ничто не оставлено за пределами. и в этом проявляется еще большая красота. Ведь это имеет соприкосновение с Высшим. То, что мы считаем здесь презренным, низким, то, что мы привыкли осуждать, относиться к этому с презрением и апатией, это тоже находится там в такой прекрасной гармонии со всем остальным. Там, в мире той лилы, невозможно отвержение чего-либо. Это полностью совершенная игра со всеми декорациями и со всеми оттенками, проявленными в крайней степени. Воровство, драки, ссоры, все эти по нашему представлению мирские и достойные порицания вещи пребывают там в столь прекрасной гармонии. Поэтому гармония там проявлена в своей самой глубинной сути. она может там вместить и примирить все. Там все столь сладостно и красиво. Глубочайшее влияние красота, глубочайшая красота, которую мы только можем себе представить, делает все эти вещи более красивыми, более привлекательными, более могущественными, более действенными, более качественными. только влияние этой высшей красоты может сделать все эти, казалось бы, низшего рода вещи частью той игры для еще большей красоты. Там все прекрасно. Это даже еще красивее, еще прекраснее, что мой Господь ворует, что Он ссорится с кем-то, что Он совершает столько, казалось бы, неприглядных поступков. Он веселится, Он так наслаждается этим. Он наслаждается этим. И все эти неприглядные вещи, которые могут здесь, в этом мире, увести меня от осознания Господа. Там они имеют место, имеют пользу. И мне некуда убежать от этого. Куда я убегу? Надо просто прийти в соприкосновение со всем этим, как оно есть в том мире. Здесь я должен оставить все это, но там все это будет напоминать мне о моем Господе, о моем Господине. Столь совершенным и самым исчерпывающим образом эти вещи представлены там. Самым исчерпывающим образом, с какой-то целью, красота проявилась там до такой крайней своей степени, что там она обнимает все и вся, включает в себя все и все, и поэтому нам некуда убежать оттуда, куда-то в другое место. если мы хотим отвлечься куда-то, это невозможно. Мы пойманы, полностью, совершенно пойманы. Все наше существо захвачено этим. Полностью захвачено. Никуда не уйти. не уйти. не уйти. не уйти. не уйти. С вами Махарадж был таким большим другом для меня. Он ушел, но он до сих пор остается со мной через всех вас. Он так добр. Он сейчас остается со мной. Он силой занимает меня служением. Где мы сможем найти такого доброго друга, такого хорошего друга? Где я обрету такого друга? Я просто скупец. Я привык лениться, ничего не делать. Я привык лениться. То, что я говорю, это почти бессмысленно, бессвязно. Но вы почему-то придаете этому какое-то значение. Для обычных людей все это бессмысленно, не имеет никакого значения. Пролаб. Пролаб. Делизиен. Бред. Что-то вроде бреда. Я просто безумец, который говорит бессвязные речи. И ты такого же рода. Ты такой же. Это говорит Махаправу. Мы оба равны. Мы оба одинаковы. Два безумца. Это не имеет никакой ценности для обычных людей. Это не имеет никакой ценности. Коммунисты говорят, что, мол, они, вайшнавы, разрушают нашу страну, наше государство. Был такой ученый, историк. Ракхал Бенерджи, который выкопал в Харапе древние остатки начала нашей цивилизации. И в своих исторических трудах он утверждает, что Чайтан-Ядеф стал причиной падения империи Арисы. До Чайтан-Ядефа во всей Индии только один царь Арисы, Протопорудра, был независимым индусским царем. Вся эта земля Бенгалии и другие части Индии находились в управлении мусульман. Один только Протопорудра сохранил свое индуистское царство. Однако после того, как Арису посетил Чайтан-Ямахаправу, царь Протопорудра стал его преданным. И от этого его боевой дух ослаб. И, мол, поэтому мусульмане напали на царство Арисы и захватили его. Чайтан-Ядеф, по мнению этого ученого, повинен в том, что империя Арисы пала. И, мол, Протопорудра был испорчен, Чайтан-Ядефа, его боевой дух исчез. И, мол, по этой причине его царство перешло под управлением иноземцев. Преданный Маратж, вы знаете этих двоих Саньяси? Они оба ученики своему Маратжу. Он отвечает за храм в Лондоне, преданный. В Англии, да, в Англии и также в Южной Африке. И много других зон также. Преданный. В начале, в 30-х годах, Бахтисаранга Гасвай Махарадж отправился в Англию и пел там махамантру, проповедовал. Шилшдар Маратж, Бахтисаранга Гасвай Махарадж. А когда был в Англии, обратил одну англичанку, Бахтисаранга Гасвай Махарадж и ее имя стало Вино Двани. Она получила Харинаму у Гасвай Махараджи. И так все это началось там. А Бахтисаранга Гасвай Махарадж совершил наводнение, когда приехал на Запад. Он совершил чудо. Он советовал, что в Требае и земля в Аталии. Вчеркни. В снижке? Вчеркни я наступил. Вчеркни. Вчеркни. Преданный Пармахамса Махараджи, как-то сказал мне, что Бхакти Сиданта Шиллупархупад, когда он просыпался утром, обычно он произносил одну шлоку. Что это за шлока, Махараджи? Вы знаете? Сиданта Шиллупархупад, это шлока из Говиндалиламрита, как Раджи Госвами. Махараджи Госвами. Махараджи Госвами. Махараджи Госвами. Махараджи Госвами. Кеша Ка означает Брахма, Иша означает Шива, Кеша, а Шеша означает Шеша Шай, Ананта. Кеша Шеша Дьягамая, Ка, Иша и Шеша, то есть Брахма, Шива и Ананта, их Агамья. Вриндаван Рас. Штирадха Пранабанду. Это шлока из Говинда-ли-ламриты, Кришна Даса Кайраджика Исвана. Он написал Читань Чиритамриту. В Говинда-ли-ламрите, он написал Аштакали-лилу, 8 прахаров, 8 периодов лилы Радха-гавинды. 8 периодов лилы Радха-гавинды, Говинда-ли-ламриты, преданные. Это на санскрите написано? Шилашдар-марач, да, на санскрите. А есть какие-нибудь переводы или комментарии? Шилашдар-марач. Да, есть. Но все это для учеников более высокого уровня Аштакали-лилу. Преданный. Но ведь в Джайвад-харме Бхатимот Такур упоминает что-то об Аштакали-лиле. Шилашдар-марач, да, вкратце он дал все в Джайвад-харме. Он написал Аштакали-лилу, но с большой предосторожностью. Жива Госвами объясняет этот стих из Бхагаватам. В этом стихе дается квалификация, кто может слушать об этих темах. Анушри-нуят означает, что об этом нужно слушать из истинного источника. То есть из этого источника он получит предупреждение, что эти лилы — это не то же самое, что вожделение этого мира. Это как раз противоположное вожделению этого мира. С таким отношением нужно относиться к этому. И Дхира — человек должен обуздать свои чувства вначале. Только он квалифицирован для того, чтобы пытаться слушать, пытаться воспринимать, пытаться войти в эту лилу. Но никак не те, кто не научились управлять своими чувствами. А если, не обуздавши свои чувства, пытаются слушать о сокровенных лилах Радха Кришны, то по этому поводу есть другой стих Бхагаватам. «Винаш-сятья Ачарат Молдьят». Если по своему невежеству кто-либо осмеливается вторгаться в сферу той высшей лилы, Ачаран Молдьят, даже в уме, в воображении, то произойдет винаш-сятья, то есть он будет обречен, он погибнет. Каким образом? Если тот, кто не является Шивой, принимает яд, он обязательно погибнет. Когда Шива принял яд, на его шее возникла синяя линия. Но это для него было как украшение, не лаканта. Шива выпил этот яд благоговейно, совершив Анджели подношение со сложенными ладонями. Он выпил этот яд, но яд стал украшением на его теле, на его шее. Однако, если тот, кто не является Шивой, пытается пить яд, он обязательно погибнет. И тот, кто не является Дхирой, тот, кто не обуздал свои чувства, и тот, кто не обрел Анушраванам, то есть не научился правильно совершать Шраванам, и при этом осмеливается залезать в ту высшую сферу, он обязательно погибнет. Такое предостережение дает в Бхагаватам Шукадевга с вами. Да, несомненно, эти темы являются нектаром. Но, тем не менее, вы должны приближаться к этому очень осторожно, правильным образом. Иначе есть большая вероятность, что вы можете перепутать это со своими прихотями, со своим чувственным наслаждением. И тогда вы будете навечно обречены, вы духовно погибнете. Сколько времени? 9.40. Акшай Нанда Махарадж захворал? Что у него? Предмет. У него болит ухо. Салши Дарумарадж. Да, иногда он страдает этим. У него болит ухо. Он принимает какие-нибудь лекарства? Да, он принимает. Он там один или кто-нибудь рядом с ним есть? Нет, он один. Никаких новостей не пришло от Венкаты, праву. Нет, Махарадж. А какие-нибудь новости от Мадхавананды, праву, есть? Мадхавананды, праву, или как его зовут? Мадхавананды, праву. Мадхавананды, праву. Мадхавананды, праву. Он собирался поехать в Калькутту, чтобы прочитать лекцию. Где он сейчас, в Бомбее? Преданный. Он позвонил мне, сказал, что он не смог приехать в Калькутту для программы. Он должен был приехать там. Он ученый. Преданный. Он ученый из Института Бхакти Веданте в Бомбее. Вначале он отправился во Вриндаван, и оттуда, в Бомбее. Он должен был приехать в Калькутту на программу, чтобы дать лекцию, но он не смог. Сфарабадаму Дармахарадж тоже должен был приехать, но не смог. Слушайте, Дармахарадж, имя Мадхава, праву, было напечатано в газете, в объявлении, но он не смог приехать. Что ты говоришь, Шаманананды? Шаманананды. Шаманананды. Он ученик Шраманы Махараджа, да. Он приходил к нам в Мадхах несколько раз. Стало быть, он ученик Шраманы Махараджа. Зовут Мадхава, да? Где он живет? Че бешпаргана? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok